И для нас с вами, дорогие братья и сестры, очень важно послушание Церкви. Хотя не всегда бывает у народа Божьего внимания и согласия с тем, как верует и исповедует Святая Церковь. Не так давно, разговаривая с одним христианином, коснулись темы правления императора Николая Александровича. И человек воспроизводит такой распространенный миф или стереотип, или штамп, что как так, почему этот человек считается святым. Ну и, соответственно, воспоминает 9 января революцию 1905 года, тут же возникает нарицательное имя «Кровавый». С одной стороны, святость – это не безгрешность, это не западное понимание, что человек святой должен обязательно быть стерильным во всех отношениях. Святость определяется силой покаяния и готовностью, решимостью изменить свою жизнь. С другой стороны, император Николай Александрович управлял государством в особо смутное время. Время государственного террора, время пропаганды безверия, антигосударственного поведения, Время войны и, как всякий руководитель страны, он вынужден был принимать определенные решения по поддержанию мира, порядка. С таким же успехом Каравама можно назвать императора Константина Великого, потому что он также управлял Византийской империей и жестко, и строго. И врагов империи карал государственной властью, и Дмитрия Ивановича Донского, Великого князя, и Великого князя Владимира, и князя Александра Невского, потому что и они рубили и наказывали врагов Отечества. С таким же успехом можно назвать кровавым хирурга, который вырезает раковую опухоль. С точки зрения раковой опухоли он действительно совершает для нее какое-то беззаконие. С другой стороны, рассуждая так, мы рассуждаем с точки зрения советских учебников. Истории, которая написана большевиками, но опять же для того, чтобы оправдать большевистский террор, в котором погибло 100 миллионов граждан нашей великой страны. И, естественно, чтобы иметь некоторое право говорить или управлять, или жить в этой стране, нужен был предлог. Как всякий убийца, прежде чем совершить преступление, он сначала словами убивает человека, клеймит его. Ну, например, прежде чем убить младенца, его называют эмбрионом или продуктом зачатия. И уже потом, продукт зачатия, что это такое? Его с чистой совестью, ничтоже сумняшися, вытравливают из утробы материнской. Так и правление Николая Александровича, самое выдающееся для России и в экономическом, и в демографическом плане, нужно было обозвать царским режимом, жестоким, кровавым, для того, чтобы иметь оправдание в свержении и разрушении царской Руси. У нас совершенно извращенное представление, просто плохо знаем свою родную историю. И в истории очень многое зависит от точки зрения. Если историю пишет, например, Феликс Дзержинский или Владимир Ильич, то у них один угол зрения. Если пишет какой-нибудь английский наблюдатель, у него будет совершенно иная история. Если пишет человек верующий, христианин, чадо церкви, у него будет свой взгляд. Но нам с вами, христианам, конечно же, нужно доверять голосу своей церкви. Поэтому по вопросу управления царской семьи, я всем рекомендую книгу удивительного историка, нашего современника Петра Мальтатулли, «Свидетельство о Христе до смерти». Кроме того, что он талантливый историк, он является правнуком повара Харитонова, который был также расстрелян вместе с императорской семьей. Надо знать и любить свою историю. Ну и, наконец, с третьей стороны. До решения церкви о канонизации царской семьи могли бы быть какие-то недоумения, рассуждения. Но, как только церковь в своей полноте священным синодом выразила церковное мнение, то каждый верный христианин должен с этим мнением согласиться. В противном случае человек, продолжающий рассуждать по-своему или иметь какое-то свое мнение, он перестает быть членом церкви. Он отсекается, он засыхает, отпадает от благодати церковной. Очень страшное состояние души, когда человек верит или имеет какие-то понятия отличные от вероучения церкви. Юбилейным архиерейским собором 2000 года царская семья, царь Николай Александрович, императрица Александра Федоровна, царевич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария Анастасия были причислены к лику святых. Перед этим, конечно же, было многолетнее исследование, собирание материалов жизни, свидетельств, очевидцев, документальных свидетельств из записей самих страстотерпцев. И в соборном разумном церкви было вынесено такое определение. Но задолго до, так скажем, официального голоса церкви царская семья была почитаема на Руси. И были огромное количество свидетельств молитвенной помощи по обращению к императору Николаю Александровичу. И почитание в Екатеринбурге, где произошла величайшая трагедия XX века, народ с самого начала почитал и место убиения царской семьи, на котором сейчас возвышается уникальный храм на крови. И совершались панихиды духовенством с многим стечением молящихся. Церковь определила, послушные чада принимают волю в священном начале. И таким образом сохраняется единство, единство веры, единство любви, единство послушания. Дай Бог, чтобы мы с вами, дорогие братья и сестры, были внимательны. Внимательны к своей душе, к своему разуму, который иногда пытается уклоняться на самомнение, самоволие, высокоумие. Полезнее, всегда полезнее для спасения подчинить свой разум разуму церкви. Довериться действию Духа Святого Божьего, которым церковь управляется, управлялась и будет управляться до скончания века. Субтитры создавал DimaTorzok